Вопросов режиссёру, пожалуйста, поднимайте руку и вам принесут микрофон. Да, пожалуйста. Есть ли желающие? Да. А, да, пожалуйста, пару слов. Включите микрофон, тогда, пожалуйста. Доброе утро. Добрый вечер. Я бы хотела сделать небольшое вступление, потому что это фильм, можно сказать, почти биографический. Это действительно реальная история. Она рассказывает о судьбе Лучано, который был братом моей бывшей подруги. И, в принципе, в сценарии, который был написан, который, в принципе, желали бы написать многие режиссёры, он родился действительно из такой реальности. Более того, Лучано, настоящий персонаж, реальный человек, он после лечения, после этого кошмара, который он пережил, после этой болезни, после лечения он выздоровел и принимал участие в написании сценария. Более того, он появился в массовке. То есть он участвовал даже в самом фильме. Как вы видели, это фильм, который говорит о том, как легко perder себя, чтобы, в каком-то, инсекции, как бы, в каком-то, инсекции, как бы, в том числе, инсекции, который может быть иллюзоровым. Можно очень часто потерять себя. Именно в этом фильме. По-странству. На刻- spotted. По-странству. 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 Обыч angesKEN- embarkati が nonprofits. Дворобие implants. По-странству. 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 Также по-modernски. По-ramble. Существует. По- Pandem да нюня. А-таком, tablespoons. Про-странству с вами. Получи соб PE utmost. Эта задача, скажем так, не следует в программе, которая вставится перед человеком со стороны других людей, потому что в этом случае это, скажем так, вынужденное действие, на которое пошел герой, потому что его к этому вынуждали, в частности, члены его семьи, родственники, и это сломало ему жизнь, потому что он потерял свою сущность человеческую, потерял самого себя. И я решил рассказать эту историю, потому что все это проходило буквально рядом со мной, человек, которого я очень хорошо знал, и мне хотелось рассказать с большой любовью, с большой теплотой об этом человеке, потому что на его месте мог казаться и я тоже. И очень интересна история актера, который играет эту роль, потому что это актер театра. Мой папа находился в городе Вольтерра, в Италии в городе Вольтерра находится в зюрме, практически это зюремный театр, где играют сгрученные. Я первый раз познакомился с главным героем, с актером, который исполняет роль главного героя, Аниело Арина, когда был на театральном представлении, потому что мой отец театральный критик, и мы очень часто приезжали в Вольтерру и смотрели представления театра «Фортеца». «Фортеца» — это крепость, то есть крепость тюрьма, актеры заключенные. И он меня действительно очень подушерил, этот актер. И Аниело, когда я попросила его сыграть главную роль в моем фильме, ему дали 22 года, то есть, вернее, он уже отсидел 22 года, в принципе, у него было пожизненное заключение. И мы делали очень долгие беседы с судьей и спросили у него разрешения для того, чтобы снимать его в кино, поэтому он днем снимался в кино, а вечером возвращался в тюрьму. Спасибо большое за блестящий фильм, фильм «Потрясение». Мало того, что фильм называется «Реальность», потому что мы сами немножко попали в эту реальность, и он до последнего кадра не отпускал. Вы вообще большой мастер, и я не знаю, понравится вам ли такое сравнение или нет, но я бы вас назвал новым Лукино-Висконти. Потому что только от Висконти я могу получить такие потрясения, такие эмоции. И вопрос у меня следующий. Вот, и насколько мне известно, что вы из очень интеллигентной, прекрасной семьи, у вас прекрасное образование. Вы сами римлянин. Мне интересно, почему вас привлекают так неаполитанцы и неаполь, которые, как известно, город-рай, но населен демонами. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. C'è un фильм, forse non di Visconti, ma che è il primo film di Fellini, che si chiama «Lo счико-бianco», che ha parecchie cose in comune, come anche proprio come argomento, con reality. Есть фильм, называется «Белый шейф» и «Cравдание Висконти», это Fellini, один из знаменитых первых фильмов Fellini, который очень много имеет общего по сюжету и по сути с фильмами, которые вы видели. Comunque, chiaramente, sono molto contento di essere paragonato a quelli che sono per me i grandi maestri della mia formazione. Ну, в любом случае, спасибо большое за комплимент. Я очень рад, я счастлив, что меня сравнивают с такими грандами итальянского кинематографа, которые являются для нас классикой. E, come dicevo prima, la scelta di Napoli, in certi casi, è stata una scelta che è, come dire, arrivata da delle casualità. А город Неаполь был, как обычно это случается, выбран по ряду стечений обстоятельств, по ряду случайностей. Il produttore, con cui lavoravo molti anni fa, mi fece leggere il libro di Gomorra, quando era stato appena pubblicato. E io rimasi colpito dalla forza di questo libro e da una realtà che raccontava, che era quasi una meta-realtà, in qualche modo diventava... Per me Gomorra era quasi un racconto di fantascienza. И я был настолько впечатлена этим произведением, этой книгой, этим рассказом, потому что это та реальность, которая где-то может считаться фантастикой, то есть это полу-реальность, которую люди не знают и которая меня поразила. И, когда я приготовил Gomorra, когда я начинал с книгами, я встретил quella, которая, потом, превратилась мама моего сына, которая живет в этой реальности, в этой джунгля. И, когда я готовила этот фильм, Gomorra, я встретил ту, которая, потом, стала матерью моего ребенка, моего сына, которая жила в этой реальности, в этих джунглях, в этой жизни. La sua famiglia è quella, che più o meno, ed è vista, rappresentata nel film, in reality. И, практически, если говорить о семье, вы, которые увидели в фильме reality, это прототип ее семьи. И, таким образом, я познакомился с его братом, Луциану, и, потом, я узнал, через некоторое время, о том, что с ней случилось, и, в частности, по ума и джунгляху не было. И, практически, действительно, так и было, как это показано в фильме, именно комический персонаж, именно комический персонаж, какие-то истории. И он очень часто выступал перед своими знакомыми, и ему постоянно говорили о том, что ты же такой талантливый, почему ты не хочешь идти дальше, представлять свои спектаты и дальше, потому что ты гораздо лучше, чем другие могут это сделать. Я работал в киностудии киностудии киностудии, в Риме. И, как раз, в этих киностудиях, набирали людей на пробы большого брата, в реалити-шоу большого брата. И моя бывшая подруга, она попросила за своего брата, попросила за Луциану, попросила, чтобы ему, скажем так, по знакомству, предоставили возможность пройти эти пробы, не вместе со всеми, со всей толпой, где, естественно, очень много народу, а отдельно, приватно. И, как раз, я знаю, я не знаю, что это было. И он думал, что это было так же, что это было так, чтобы было так здорово. И практически я дал ему рекомендацию, он понял это так, что действительно моя рекомендация, она может быть в будущем, в искусстве, в кино и так далее. И практически, вот то что я говорил раньше, что это где-то моя вина, что началась эта история, потому что он слишком в это поверил. Кроме того, мы в нашем сценарии изобрели и создали такой персонаж, Энцо. Энцо это вот как раз я, протоцеп, мои роли в этой истории реально. И после того, как это все случилось, Матео сказал раньше, он даже практически упустил из виду то, что дальше проходило. Но, когда пришла идея создать фильм, мы решили, что этот фильм, он должен быть реальностью, но в какой-то степени это должна быть современной сказкой. И здесь мы можем сказать даже о том, что я сориентировался на идеалы, на мысли Pirandello. Это один из моих любимых авторов, сюжет, который говорит об истории человеческой, о представлении того, что человек может предположить, что с ним может случиться. Говорят нам, что уже буквально вот-вот начнет следующий сеанс, поэтому, наверное, нам придется на этом закончить. Буквально через полчаса в магазине «Порядок слов» на Фонтанке 15 пройдет презентация книги «Сказка-сказок», в которой поставлен фильм, вчера здесь показанный.